Сейчас расскажу, почему я так хотел, чтобы мой телеграм-канал попал в каталог телега-ин. А потом, когда мне это наконец удалось, взял и удалил его оттуда нафиг. Для начала, что такое телега-ин? Это каталог телеграм-каналов, в которых можно размещать рекламу. Рекламодатели с помощью этой платформы тратят деньги на рекламу в телеграм-каналах, а админы этих каналов зарабатывают. Летом 2023 года я попытался добавить туда и свой канал, надеялся на то, что это привлечет дополнительных рекламодателей. Но в процессе добавления обнаружил, что туда берут только каналы от 3500 подписчиков. Мне не понравилось, что это правило было не на виду, оно есть в правилах пользования телеги-ин, где-то там в подвале, и все. Поэтому на заявку мне ответили отказом, объяснив, что подписчиков маловато. А могли бы просто заранее предупредить где-нибудь на более видном месте в интерфейсе, чтобы я не получал неприятных отказов. Ну что ж, мне не хватало всего нескольких сотен человек, так что осенью я достиг этого числа и повторно подал заявку на добавление канала в каталог. Со второго раза заявка прошла, канал разместили в каталоге, и я стал ждать заказов на размещение рекламы. Но сначала хочу обратить внимание на один момент. Когда добавляешь канал, необходимо указывать стоимость размещения рекламы. У меня есть только один формат, 2.48 за 3000 рублей. Однако, телега-ин обязывает указать цену за формат 1.24, которого я не продаю. Я подумал, что самый умный, и указал цену за 1.24 такую же, как за 2.48. Но система не позволила мне этого сделать. Она сказала, что за 2.48 должно быть обязательно дороже. И я до сих пор не понимаю, почему я сам не могу решать, сколько у меня стоит реклама. В этот момент я уже, в принципе, хотел уходить из сервиса, но все же решил попробовать довести дело до конца. Так что, в итоге, я был вынужден указать два формата 1.24 и 2.48. Кстати, если хотите разобраться, что означают эти цифры, у меня есть курс по рекламе авторского канала в Телеграме. Ссылку ищите в описании. В общем, канал я разместил, сижу, жду заказов, и получаю первый буквально на следующий день. И заказ я получил от самой Телеги Ин. За 220 рублей они предложили мне разместить рекламу самих себя. Так я понял, что неважно, какие цены я указывал за различные форматы, рекламодатель может сам написать, за какую цену он хочет разместиться. А я уже принимать решение, согласен я на такое или нет. Вполне возможно, я ошибаюсь. Вполне возможно, так может делать только сама Телега Ин. Но из этой заявки я сделал для себя именно такие выводы. Вообще, из интерфейса заявки я мало что понял. Как тут договариваться, как маркировать пост. Возникло много вопросов, ответы на которые непонятно, где было искать. Да и, в общем-то, и не хотелось. Поэтому я просто отменил заявку. Затем пару месяцев от сервиса не было вестей. А 10 января я получил еще одну заявку. И снова от Телеги Ин. Снова за 220 рублей. Тут я уже довольно быстро принял решение. Отказ, комментарий слишком низкая цена и готово. К этому моменту мне уже было понятно, что настоящих заказов от сервиса я вряд ли дождусь. Возможно, из-за слишком высокой цены рекламы, а возможно, из-за чего-то другого. Но вот 25 января я получаю новую заявку на размещение рекламы. И она от реального клиента. Я открыл ее и увидел, что там формат 1.24, который я на самом деле не продаю. Я понял, что не понимаю, как договариваться с автором заявки. Не понимаю, что такое маркированный заказ. Ведь у Телеги Ин нет данных лица с моей стороны, с которым заключается договор на маркировку и публикации рекламы в моем канале. Понял, что не знаю, как и когда деньги попадут на мой счет, и нужно ли будет платить с них какую-нибудь комиссию. А еще, когда я увидел пост в заявке, вот он, то не понимал, могу ли редактировать его. Ведь у меня в канале все рекламные посты начинаются с текста с предупреждением рекламы. А здесь он в конце. А вначале я предупреждение ставлю для того, чтобы мои любимые читатели не тратили время на чтение поста, думая, что он не рекламный, а мой. Они бы сразу видели, что это реклама, и читали бы его, понимая, что это не мой текст. Кстати, по моим наблюдениям, на прочтение это практически никак не влияет. То есть народ вполне себе с интересом читает рекламу, которую я размещаю у себя в канале. В общем, я понял, что ничего не понял, решил, что себе дороже искать всю эту информацию, ответил отказом и удалил канал из каталога. По результатам истории я составил список вещей, которые позволили бы мне работать с телегой IN. Я понимаю, что, скорее всего, не являюсь их целевой аудиторией, а также тот факт, что каждая из помех, с которыми я столкнулся на своем пути, она обусловлена какими-то решениями, без которых телега IN не сможет нормально работать. Но вдруг какая-то из мыслей поможет сделать сервис лучше. Мне хотелось бы больше прозрачности перед совершением каких-либо действий. При добавлении канала можно сразу показать, что в нем должно быть от 3,5 тысяч человек, а не в отказе мне об этом объяснять. Что деньги за рекламу можно получить только после ее открутки, а не сразу. Хотя все админы уже привыкли, что сначала деньги, потом реклама. Что деньги попадают не ко мне, а на счет в кабинете телега IN. И что вывод денег со счета займет до 48 часов. То есть еще 2 дня прибавляем, да, к ожиданиям. Что к цене размещения телега IN добавят сверху 20%, которые будут вынуждены оплачивать клиенты. Причем и первое, и второе, это важная для меня информация, но я ее найду только где-то там в глубине правил или постфактум. Хотелось бы иметь возможность продавать размещение на тот срок, который ты реально продаешь в канале, а не на тот, который требует телега IN. Хотелось бы иметь техническую возможность называть одинаковую цену за размещение, например, на 1,24 и 2,48. Ну, раз уж нельзя отказаться от этого пресловутого 1,24. Потому что даже экономическое обоснование цены может быть таким, что 2,48 будет стоить дешевле, чем 1,24. То есть правило это мне непонятно. Хотелось бы видеть четкое и прозрачное описание схемы взаимодействия рекламодателя и издателя в вопросах маркировки рекламы. Пока что мало что понятно. И большая часть этих вопросов, она могла бы быть снята банальной небольшой плашкой, демонстрируемой пользователем перед добавлением канала. То есть я нажал на кнопку «Добавить канал», мне показали небольшую плашечку с маленьким количеством текста. А если эти пункты еще и сопроводить какими-нибудь приятными и доброжелательными картинками, то мне его еще и прочитать захочется. А те пункты, которые могли бы отпугнуть потенциальных клиентов, можно было бы сразу сопроводить какими-то дополнительными комментариями, закрывающими возражениями. Ну, например, вот с нами могут работать только юрлицы, ИП и самозанятые. Можно было бы написать «С нами не могут работать физлицы, а зато вы не нарушите закона с таким подходом». А вот здесь можно прочитать все о том, как оформиться в качестве самозанятого и как оформлять с нами сделки. И тут получается, вроде негативный фактор превращается в позитивный. В общем, мне кажется, лучше работать в целом над брендом, чем над попытками всеми силами заставить клиента зайти так далеко, что уже будет жалко останавливаться. Я хороший тому пример. Вроде и стал клиентом, а в итоге сплошной негатив и отказ от сотрудничества. В итоге мое решение об удалении было эмоциональным, и в будущем я вполне могу вернуться в Телегуин, если со временем найду ответы на вопросы без ответов и смирюсь с некоторыми неудобствами. Однако заявка за три месяца – это все-таки лучше, чем ничего, поэтому почему бы и нет. Тем более, что многие рекламодатели, они ищут канал в каталоге Телегаин, а затем обращаются к админам напрямую. И вполне возможно, кто-то за эти три месяца обращался ко мне именно таким образом, я этого не могу проверить. А на этом все. В описании к этому ролику ищите кучу полезных ссылок, читайте бесплатную книгу нормального фрилансера, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз.